Значит, это корпус. Корпус санскритских текстов. Здесь 600 тысяч санскритских предложений. Это достаточно много. Это большой корпус. Большая выборка. Тут представлена. Мы находимся внутри режима Query. То есть, поиск. Давайте попробуем сперва ввести слово без диакритики. Например, слово... Ну, Дхарма давайте попробуем. В окне поиска, справа от слова Diacritics, вводим слово Дхарма и нажимаем на кнопку Search. Одиннадцать тысяч восемьсот санскритских текстов. Совершенно верно. Все ли видят одиннадцать тысяч так же, как и видит Алексей? Да. Да? Хорошо. Значит, что такое МН? Мужского среднего рода. Совершенно верно. Тогда теперь клацаем на эту Дхарму. Заходим внутрь ее. Сайт может подвисать. Поэтому не удивляйтесь, если он сразу не перескочит туда, куда вы хотите. Грузится несколько секунд. Загрузился? Да. Сегодня я не в Китае, сегодня я в Словакии. Поэтому меня он грузится. Угу. Ты сбежал? Я электронный. Угу. У меня вообще ничего не происходит. Я набрал слово Дхарма и... Ну, а потом по Search нажал? Нажал? После того, как набрал слово Дхарма, значит Search нажал? Да, нажал. Ну, сайт долго думает, это нормально. Не жди. У... Кто еще? У кого еще загрузилась страница следующая? У меня забуделось... Лемма Дхарма. Да, Лемма Дхарма, совершенно верно, Елен. Все правильно загрузилось. Лемма Дхарма. А теперь посмотри справа. У тебя в гармошках есть слово Expand. Если на него нажать, откроются... Разделы. А что будем открывать? Ну, например, Nominal Forms. У... О, значит... Татьяны, Оли, Иры, Алены... Открывается. Видно ли? Подайте знаки. Так, значит, Nominal Forms. Открываем. И... Что вы тут видите, Ир? Not Set 33. Not Set это, значит, не сработало. Ну и хрен с ним. Значит, дальше. Не установленное, да? Ну, Not Set проехали. Не делитесь на нем. Значит, дальше. Комп. 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 Это... Комп. Это когда Дхарма является членом сложного слова. Что такое сложное слово? Значит... Ну, я надеюсь, что у Иры некоторое представление уже появилось. Как тип значит? Комп. Комп. То есть, это типа парохода. Вот. Дхарма бывает частью слов типа парохода. Вот. Например, это Хармельдия? Да. Например. Вот. Окей. Соответственно, вот достаточно много раз Дхарма выступает частью сложного слова. Вот. А когда она стоит в каком-то падеже, чаще всего она стоит в каком падеже? В именительном. В именительном. Да. В именительном. Совершенно верно. Какой следующий по частотности падеж после именительного? Винительный. Да. И такая ситуация будет на самом деле... Ну, наверное, со всеми существительными. Наверное, со всеми. То есть, именительный и винительный вместе взятые, это больше, чем любой другой падеж. Больше, чем любой другой падеж. Да. Видите, как часто встречается дуализ? Часто ли встречается дуализ? 13. И его в именительном и в именительном делит. Ну, то есть, не очень, да? Женского рода много? Буквально практически нет, да? Ну, то есть, получается, что нам дает корпус? Корпус нам дает частотность. Частотность бывает полезная, чтобы вообще понять какие-то базовые принципы распределения словаформ. Давайте теперь нажмём на... Ну... Ном СГМАСК. Ном СГМАСК. Клацните на эту ссылку. Где её найти? Где её найти? Ну, как её где найти? Там, где мы были, я не знаю, где ты был. Я в слове Дхарма. В слове Дхарма. Значит, мы развернули номинал формс. И сверху списка было, значит, после... После слова... Что там было за слово? Сейчас я свернусь назад. После слова комп, то есть, компаунд, то есть, сложное слово, коих 5707 идёт, НОМ СГМАСК. Нет, это ты находишься на первом экране. А тебе надо на эту Дхарму нажать. Ты ещё не был там, где мы. На самое слово Дхарма. Совершенно верно. Жди. Теперь нажимай на Номинал формс. Экспенд справа. Вот то, на что мы смотрели последние несколько минут. И теперь клацаем на НОМ СГМАСК. Это слова в именительном падеже, единственном числе мужского рода. И это список той-то литературы, где это всё встреча. Совершенно верно. Нормально и так далее. Соответственно, мы опускаемся вниз. Пройдя по этой ссылке, мы опускаемся вниз. И что мы видим? Ну, даже не шлоки, а полушлоки. То есть, скажем так, полушлоки, да. Строчки, которые... Ну, да. Да. И мы доходим, например, до Махабхараты. Дошли до Махабхараты? Докрутили? И, например, Махабхараты 1,11,12. Ахимса Парамодхарма. Видно? Да. Нажать куда? Пока ещё никуда. Пока мы просто докрутили до Махабхараты. 1,11,12.1. Да. Сперва надо убедиться, чтобы вы все увидели то место, которое вижу я. Я в этом пока не уверен. Поэтому и спрашиваю. Все ли видят? Я вижу. Есть ли кто-то, кто не поверил ещё в Дхарму? Существование Дхармы? Есть такие среди нас? Неверующие? Таня, Алёна. И один раз только... Чуть громче говорим. Я глуховат на правое ухо после контузии. Таня, ещё громче. Значит, что ты и где ты? Если ты нашла Махабхарату, значит, в принципе, мы довольны этим уже. Внутри Махабхараты, на самом деле, не столь важно, куда именно ты клацнешь. Главное, что ты нашла Махабхарату. Хорошо. Теперь, значит, нажимаем на эту ссылку, на эти циферки слева от Ахимсы. Ну, не просто вся шлока, а вся глава. В частности, жёлтым выделена именно эта строчка. Совершенно верно. То есть, теперь мы внутри первой книги Адьи Парвы Махабхараты. А теперь клацни, например, на это жёлтое предложение левой кнопкой мышки. Он не просто все рода показывает, он показывает морфологический анализ этого предложения. То есть, это делал немец Оливер Хельвик, делает уже, ну, больше, наверное, 12 лет. То, что немец уже, понятно. Это самый крупный санскритский корпус в интернете. Например, под... Значит, когда ты накидала в одну папку текст-тешных файлов, значит, текстовых файлов в одну папку накидала, это ещё не корпус. Значит, корпус, это достаточно большой объём текстов, снабжённых какой-то разметкой. Ну, то есть, например, есть корпуса, в которых ты можешь найти все слова повелительного наклонения второго лица единственного числа. Ну, то есть, ты задаёшь параметр, и по этому параметру осуществляется поиск. То есть, это группа каких-то предложений, текстов, слов, которые объединены каким-то одним параметром. Ну, то есть, в смысле, да, это группа текстов, которые ты можешь искать по разным параметрам. То есть, ну, а уже степень размеченности корпуса бывает очень разная. Бывают ели размеченные, а бывают, вот как у Оливера, ну, досконально морфологически проанализированные. То есть, корпуса бывают разные. Есть корпус, национальный корпус русского языка. Вот, значит, следовательно, например, если... Ну, вот мы теперь подаём в суд на то, чтобы мы могли в России законно употреблять слово «васту». Да, вот. Значит, потому что слово – это запрещено в России. Вот. А как мы можем доказать, что мы имеем право использовать слово «васту» в России? Мы нашли книги. И впервые на русском языке кириллица и слово «васту» записано в 1975 году. Значит, следовательно, ну, это слово в русском языке, в хириллической записи существует уже какое-то количество времени. И вот с таких вопросов, в частности, нам помогает корпус. Корпус помогает установить, какие слова, когда входят в употребление. Вот это частный пример на... Ну, в русском языке. Да, то есть... Значит, здесь же тоже Оливер, он... Мы вернёмся ещё к той страничке, которая мы были раньше. То есть он график там приводил. Видели? Жёлтенькими столбцами график приводил. Это была частотность распределения по эпохам. Корпус – это параметры или текст? Ну, корпус... Это метод структуризации текста. Я бы не так, чтобы сегодня потому что выявили. Ну, да. Сам текст по себе, но он обработан. Это способ... Способ погружения в тексты путём автоматической или полуавтоматической их обработки. грамматической, синтаксической. Вот, соответственно... Ну, да. Это сложный и простый. Теперь понятно, почему он будет. То есть в зависимости от того, сколько много таких разных параметров будет, значит, он будет сложный. Если будет мало, значит, это простой. Ну, да. То есть, как бы, корпусы бывают маленькие, бывают крупные. Это крупный корпус. Значит, вот, например, слово Дхарма. Под словом Дхарма. Видите? Н, С, М. Да. Что означает Н? Средний род. Нет. Значит, нет, не номинативус. Сейчас, секундочку. Нет, номинативус. Номинативус. Именительный падеж. Сингулярис. Но Н номинативус. С сингулярис. А М? Мужской род. Понятно? А дальше он говорит, что сарва и пранабхрт это две части сложного слова. Видите знак вечности перед пранабхрт? Вот. Он указывает на то, что, ну, хотя на самом деле это сложное слово состоит из двух частей. Но они между собой связаны. Но сейчас в сложные слова вдаваться не будем. Нам пока рано. Вот. Но. В общем, таким способом нам даны подсказки. Нам даны подсказки. Называется Даже думать не надо. Всё за тебя. Разобрали. Вопрос к немцу. А как убрать эту подсказку? Какой? Зачем тебе её убирать? Ты можешь лишь, нажав под другой строчкой, открыть её в другом месте. Так вот, в чём я делаю. Я их понаприваю на много строк. Я бы хотел почистить их. И не убираю. Нет у тебя способа. Триггер есть, стопера нету. Поэтому нужно чётко выбирать, действительно ли это тебе нужно. Да, ты должен сперва долго думать, действительно ли тебе это нужно, Алексей. И только после этого клацать. Не клацай всё подряд, Алексей. Козлёночком станешь. Это один параметр, значит, поиска. Одна возможность. Мы посмотрели, как мы поискали существительное. Нет, мы его не разберём. Просто достаточно, что вы увидите, что здесь есть сложное слово. Мы его не разберём. Ваших знаний недостаточно. Но вы знаете теперь, как обозначаются сложные слова. Визуально. Да, то есть там... Ваш выбор достаточно. Мы подтянемся. Разберите слово. Нет, я не разберу это слово, Алексей. Если я бы хотел разобрать, я бы его уже разобрал. Я его не разберу. Просто примите, что есть, скажите, очень много сложных слов. И мы его не можем разобрать. У нас недостаточно о нём... Тем более, это сложный пример сложного слова. Не ради этого, я рассказываю о корпусе, мы проходим мимо его. Мы не готовы это сейчас пока понять. Вот Ира попыталась. Ира единственный человек, которая могла бы попытаться понять его. Но с остальным было бы труднее. Нет. В этом нет необходимости. Ира и Лена вообще осталась, так что не надо я тут... Да. И Ира и Лена. Да. Значит, Ира и Лена. Значит, у нас есть два человека, которые отчаянно пытались... Пытаются понять, что происходит. А остальных зачем мне сейчас мучить. Вот. Это Махабхарата в параллель... Значит, в корпусе. Да. А я разрабатываю параллельный корпус. Это означает, что помимо санскритского текста мы добавили русский перевод. Я сейчас посмотрю, могу ли я вам оперативно показать, как выглядит русская часть всего этого. Значит, я посылаю ссылку в скайпе на мой Яндекс.Диск. Открывается. Надо скачать. Ну, а теперь, значит, помнишь сочетание Ctrl-F? Скопируй из вкладки, где корпус Оливера, эту строчку. Ахимса Парамо Дхармах. О, как она стопально уже открылась и получается по непричинению зла всем живым и так далее. Совершенно верно. Непричинение зла всем живым существам считается высочайшим законом. Теперь вы видели всё. Ваш корпус, я вижу, он пока оффлайн. Вы его ещё не доходите, и он не готов. Ну да. У меня нету программиста, чтобы это всё доделать. Поэтому пока он оффлайн. То есть, у вас, получается, за текстом перевод идёт склошный пока, да? Не пока, а он, скорее всего, так и будет. Опять же, значит, у нас, если вы когда-нибудь открывали русский перевод Махабхараты, вы заметите, что он идёт прозой и он идёт блоками. Да? Ир. Значит, есть у нас? Ну вот. Собственно, санскритские стихи на русский язык переведены определёнными блоками. Определёнными блоками. Да? То есть, в русском тексте переводят не одну шлоку и не две шлоки, а по пять, по семь шлок в блок. На самом деле, их можно разбить на предложение, но тут как раз, Ир, значит, нам нужен подсказка от программиста, и мы пока застряли. А вот. У нас есть идеи, как это можно сделать, но моих... моих рук не хватает. Махабхарата Ирамайана большая, а я маленький. Вот. Ну, это то, над чем я работаю последние семь лет. Над созданием корпуса. Ригведа... Ригведа я вам в прошлый раз показывал уже. Вы запомнили, нет? Да, и она онлайн. Да, Ригведа онлайн, да, совершенно верно. Вот. Ригведа онлайн, а вот Адхарваведа, Махабхарата, Ирамайана, они оффлайн у нас. Вот. До тех пор, пока... Пока не будет решен ряд технических вопросов. Но согласитесь, красота, когда можно найти... То есть, вы всего лишь хотели, значит, узнать о Славедхарме и обрадовались грамматическому анализу. Но, сделав еще один шаг, вы от грамматического анализа дошли уже до того, как Кальянов в 1950 году перевел этот контекст, да, не просто это слово, а этот контекст. Это как бы, ну, в общем-то, мечта и конечная цель. То есть, грамматический анализ плюс перевод. Но не ваш перевод и не отдельный перевод этого слова, а именно ну, то, как уже переводили. То есть, у нас есть академический перевод Махабхараты на русский язык. Он выходит в литературных памятниках. Вот. Он переведен, кроме двух книг. И вот, все, что переведено, доступно нам в виде корпуса. Вот. А здесь куда нажать надо, чтобы посмотреть все значения? А, сюда куда? В смысле, ты зашла в русский текст и не понимаешь, что дальше? Ну, да. Вот я вижу, вот, парадок, или первая. Елена, надо нажать Ctrl-F, Ctrl-F, то есть, поиск на странице, и ввести то предложение, которое у нас было там в... А, все, я поняла. Угу. И у нас получается, точнее, у меня представлено, значит, представлен видийский язык, эпический язык, и чтобы сделать классический санскрит, надо туда добавить Сомадеву. На русский язык в четырех томах выходил Сомадева. Поэтому, если вы любите читать индийскую литературу, значит, и не можете себя сдерживать в этом, то добро пожаловать в клуб любителей индийской литературы, в клуб подготовки корпуса. То есть, чтобы сделать то, что никогда в мире не было сделано, в мире не существует других, санскритско, какие бы то ни было, корпусов параллельных, то, в общем, я вас приглашаю почитать Сомадеву. Сомадева – это краткий пересказ Махабхараты. В четырех томах. Приходи. Значит, потому что мы потихоньку уже будем начинать с Сомадева, потому что мы заканчиваем с Махабхаратой. И мы пока сделали всё, что можно по рамаяне, поэтому... Ну вот. И тогда у нас будет представлены три разновидности санскрита. Ведийский, эпический и классический. Санскрит, он не один. Санскрит, он разный. Есть 15 разных санскритов. Нету единого, единственного. Они разные. Достаточно существенные. Разные. Вот. Значит. И в прошлом году нам удалось значит, что сделать? Морфологически проанализировать русский текст перевода, например, Махабхараты. То есть, у нас есть полный ну вот как вот метки вот в Оливере там слово в таком-то падеже, в таком числе. Вот мы знаем всё такое, всё тоже о русском тексте. И у нас есть информация об Оливере. И когда мы сможем Оливера соединить с параллельным корпусом и всё это представлять вместе, ну, то это будет, конечно, сила объединить их в один, в одну оболочку. сейчас они порознь, но как бы корпус развивается. Но не сам, не сам, благодаря тем, кто готов помогать. Потому что задача сложная, я не знаю, рассказывал или нет, уже в 2006 году в Америке была попытка создания корпуса. И в этой попытке участвовал американский миллионер. Миллионер разорился, а корпус до сих пор значит не создан и наоборот даже заброшен. Вот. Это чтобы вы понимали, что деньги в санкспитологии не играют никакую роль. Значит, если что-то делается, оно делается скорее при отсутствии денег, чем с присутствием денег. Вот. В общем, американцы не смогли создать корпус. А другие даже не пытались. Ну, да, это была очень серьезная трата. В смысле, это было как бы направление всей российской науки в течение 25 лет. То есть, это было очень серьезное вложение. Ну, да, были времена, когда санкспитология была государственным приоритетом в Российской империи. В течение достаточно продолжительного времени. В 19 веке в России было 30 академиков. В современной России 900, а в 19 веке было 30 академиков. И один из них был санкспитолог Бетлинг. это был один из 30 приоритетов в стране. Значит, параллельный корпус вы увидели и, надеюсь, впечатлились. И когда вы впечатлились, я надеюсь, вы поймете, что хотите стать частью этого мероприятия. Потому, что оно интересно, оно даст вам возможность в дальнейшем но вообще-то для Google Translate вы дадите возможность приобщиться к санскриту, то есть сделать направление английский санскрит, например, или санскрит английский, если мы нарастим нужный размер корпуса. Вот. То есть единственное, что сдерживает Google от автоматического перевода санскрита, это отсутствие параллельных корпусов. Вот. Параллельных корпусов. А вот. Значит, ну и вернёмся назад тогда к сайту Оливера. К сайту Оливера. И, например, нажмём снова на Query. Да? То есть вернёмся откуда мы ушли. Вот. Значит, вернёмся к поиску. К поиску. И, ну, давайте найдём глагольный корень БХУ с У долгой. БХУ с У долгой. А как же ты так быстро как же ты так быстро нашёл как вести долготу? А я на маке здесь это всё нахер. Да, прямо. Я на полном осенблёте удерживаю тиму, трубку стандартной по раскладке и выладив все возможные комбинации. Угу. Значит, для тех, для тех, которые пока имеют нормальный компьютер или планшет, значит, для них альтернативные способы набора, значит, например, там есть ссылочка, которая называется Диакритикс, и там описано, как на сайте Оливера, именно на его сайте, как можно получить Диакритики, в частности У-Долгая, У-Долгая, то есть не просто БХУ, Если не получится Если не получится Я написал, что должно получиться Можно просто скопировать Из скайповского чата Странное происходит Почему-то у меня В VH вводится английскими А у долгая Почему вводится как у короткой На деванагре У меня раскладки вообще нет Я затрудняюсь сказать Насчет есть деванагре Нет деванагре Я в общем просто скопирую Да, пока просто скопирую Будет отдельная издача Потом научиться в интернете Пользоваться диакритиками Значит у кого Получилось ввести VHU И нажать поиск Оля, получилось? А у меня Не получилось ввести Или не получилось скопировать? А, так у большая Здесь не работает Значит Я вам говорил, что Слева от окна поиска Находится ссылка Диакритикс То есть И там описан Правило Набора Диакритик На сайте Оливера Альт Не работает Для вставки Почему-то Альт Да Альт Сейчас я попробую С этим Альтом Нет, смотрите Смотрите Не надо У большую Держите Удерживайте Альт И нажимайте Маленькую Обычную У Нет Копировали Это хорошо Это как бы Вариант По умолчанию А я только что Удерживая Альт Нажал на У И у меня Получилась Долгота Получилось Другой Альт Правый Правый Альт У меня Левый Работает Правый У меня Не работает Левый Работает Все Я только что Проверил Я оба Нажал У всех Сработало Да Даже У безальтных Сработало В общем Имейте ввиду Да Что как бы Вот Значит Вы научились Набирать Диакритикой Вот И сколько У вас Получается Нашлось Женского Рода Бху Две Триста Да То есть Получается Первое Это Существительная Земля Но Мы Что искали Землю Или глагол Да Друга Вот Это Пеку Печенья Для Себя Так Как Это Большая Статья То Сайт Думает Над тем Показать Ли Вам Или Не Показать Поэтому Не Нервничайте И не Клацайте В Левом Нижнем Углу Надпись Connecting У вас Появилась Уже Открылась Друга Продолжение следует... Такое ощущение, что у кого-то снег убирает. Нет, нет, это с собой вентилятор Алекс, он буйствует. Не перегретый, но обычно такой звук из тебя идёт. Значит, видите, жёлтые эти самые столбики? Статистики. Это распределение по эпохам, да? То есть, получается, этот глагол полторы тысячи лет до нашей эры мало встречается в санскритской литературе. И с течением времени встречается всё больше и больше. А потом снова пришёл в упадок. Значит, раздел «Meanings» на сайте Оливера достаточно бесполезный. Он, значит, отражает упорядоченного по алфавиту «Мония Вильямса». Упорядоченного по алфавиту «Мония Вильямса» из всех возможных вариантов. Это достаточно бесполезная и даже, я бы сказал, глупая затея. То есть, потому что по умолчанию в «Монии Вильямсе» очерёдность значения имела значение. То есть, основные значения всё-таки идут повыше, особенно первое значение. То есть, бывает в словаре первое, а бывает двадцать пятое значение. Так вот, теперь, нарушив эту изначальную очерёдность, Оливер дает слова, точнее, значение «Алексема». «Алексема» – это слово, взятое в конкретном значении. Значит, он берёт и упорядочивает их по алфавиту. То есть, убивает смысл составителя словаря. Поэтому раздел «Meanings» здесь почти бесполезен. Раздел «Accurances». Ну, собственно, вы в него и так попадали только через другое место. То есть, здесь, опять же, статистика. Например, значит, вот наша «Бху» – глагол «быть». Глагол «быть». Значит, мы видим, что в «Агнепуране» он встречается девяносто шесть раз из всего восемь тысяч триста тридцать трёх слов. Ну, то есть, достаточно часто. И вот эти жёлтые столбики, они опять же показывают, значит, ожидаемо, ну, как бы, Оливер пользуется, скажем так, евристическими методами, и он предполагает, это слово встречается чаще, чем ожидалось бы или нет. И вот, например, мы видим, что, ну, в общем, там, где столбики зашкаливают, что он встречается, ой, как много, относительно других текстов. Ну, то есть, например, мы видим, что в «Махабхарате» «Бху» встречается, ну, и сам по себе много, то есть, там, семь тысяч раз, но и относительно соотношение в других текстах гораздо чаще. А вот, значит, то есть, тут представлен момент частотности и, как бы, доли в тексте. А теперь смотрите, «Verbal Forms». Открывайте «Verbal Forms». Что вы видите? Да, значит, это формы глагола «Бху». «Бху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху». «Бху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху». «Я есть». «Я есть». Значит, «Пре-инд». «Инд» значит «изъявительное наклонение», «пре-презенс», то есть «настоящее время». То есть здесь видно, что не все формы встречаются одинаково часто. а какая форма встречается чаще всего из того что verbal forms находится в гармошке в гармошке внизу словарные статьи богу богу глагола значит алексей какая форма встречается чаще всего как переведем третий лицо местное число он есть да значит а вторая по частотности форма какая после этого за рамки настоящего за рамки изъявительного наклонения да опт это желательное наклонение аптативус то есть следует быть следует быть да то есть получается что это вторая по частотности форма ну то есть оказывается что внутри каждого наклонения повелительного желательного изъявительное не все формы равны как буху ну в смысле ты нашел ты дошел до этих verbal forms значит ну когда мы добавляем к корню буху признак основы настоящего времени гласную а это буху превращается у превращается в ав мы об этом еще будем говорить скоро то есть основа настоящего времени от корня буху будет бхава ну а дальше мы уже добавляем окончание тут ми си те тхах это уже окончание споряжение глаголом и а значение всех этих форм есть в голове совершенно верно ну в смысле да то есть тут дано достаточно чтобы это не не составляло большого труда их генерировать то есть такого места значит алекс где были бы прописаны все значения всех глагольных форм в мире не существует ты их порождаешь сам ключевое слово просто конечно алексей разумеется ну то есть как вы видите в санскрите из теоретически возможных несколько сотен форм по факту представлено не так то и много не так то и много а вот давайте теперь например нажмем на этот бхавеет на форму третье лицо сингуляриз шесть тысяч триста тридцать семь нажмем на этот бхавеет следует а почему вы длинную это делаете в санскрите ну ирочка ирочка ну ты же у меня певец певец певица так сказать да потому что иначе будет больно ну вот значит бхавеет вот у нас например чарака самхита да чарака самхита да значит аюрведический текст да и вот он весь напичкан этими бхавеетами почему потому что если зубы дважды утром чистить не будешь будет у тебя гангрена и сдохнешь ты значит в скором времени это напутствие значит для здоровья вот соответственно все там в желательной форме вот так же и в каком нибудь там ману смрити там сейчас посмотрю в оглавление есть должно же быть нет не вижу но а там ману смрити да значит в ману смрити то есть в законах ману тоже всего этого добра предостаточно да то есть оказывается что вот это желательное наклонение оно связано с типом текста с жанром текста да то есть в санскрите получается разножанровые тексты могут отличаться больше чем близкородственные языки то есть белорусский от русского отличается меньше чем иногда одна разновидность санскрита от другого другой разновидности санскрита а вот и например если вы что-то видите в махабхарате в романе соответственно а вы идете в параллельный в параллельный корпус но в случае двенадцатой книги махабхараты вы никуда не идете потому что двенадцатая книга в академическом переводе никогда не была еще переведена до конца и не было издана двенадцатые и тринадцатые книги а двенадцатая книга она ключевая чем она ключевая алексей двенадцатая книга махабхараты ну вот найдешь ответ на этот вопрос и вернешься через неделю может они наконец-то закончили рассуждать и начали действовать значит вопрос к ире и алексею ответить мне через неделю почему двенадцатую книгу не перевели это первый значит пункт и почему она ключевая для махабхараты это второй пункт моего вопроса значит найдете перевод смирнова прочитайте и ответите мне на этот вопрос нет не обязательно дева нагре можно в транслитерации зачем усложнять задачу пока преждевременно книга о умиротворении да ну вот и все правильно значит они там все наконец-то закончили и успокоились значит имена рек да так значит а теперь пойдем в другой раздел сайта например в раздел сверху в менюшке есть раздел корпус мы были выразили квели а теперь пройдите в раздел корпус нашли? да это все это все еще раз это все еще раз это все раздел корпус в меню он находится четвертая ссылка справа в меню белые буквы белые слова это разделы меню и четвертое слово справа информация и четвертое слово справа home query dictionary texts extended queries quick parallels корпус меню сверху видишь вот нам нужен корпус это все что представлено на сайте оливера это очень много зеленые квадраты это полностью завершенный текст то есть махабхарата например здесь представлена не вся вот давайте долистаем например да йога сутр и потом нажмем на буковку f frequency частотность нашли йога сутры совершенно верно то есть какое третье наиболее частотное слово в йога сутрах алексей и она означает и если значит тебя спросят какое базовое слово йога сутр ты теперь сможешь сказать и тад местоимение значит тад да а ч а это не склоняемое слово то есть основа йога сутр это местоимение и не склоняемые частицы то есть когда тебя спросят а какова сокровенная суть йога сутр ты значит так возьмешь паузу и скажешь значит местоимение и не склоняемые слова это сокровенная суть йога сутр нет это наоборот это первые подступы к тексту если ты их обойдешь то получится чистая эзотерика без привязки к чему бы то ни было вопрос был читал ли я нет конечно нет конечно нет но то есть в общем йога сутр у нас много разных в стране и в мире она самые подробные комментарии он у брян у брянта брянта да большим хорошая книга достаточно добротная и с морфологической точки зрения тоже подробно разбирают все термины а значит да но алексей видел что у нас уже есть достаточно подробный морфологический и частично и темологический разбор всех йога сутровских терминов на русском языке пока не опубликованы а вот вернемся назад значит в у нас же есть отдельный чат для любителей йога сутр нет я не я не знаю не берусь ответить значит у нас есть отдельный чат же ты же там добавлен ты можешь задать этот вопрос в контакте нет айда в йога ингар это отдельно а есть еще общий чат значит любителей патанджи ну тогда на тебя добавить ты там сможешь обратиться с этим вопросом тут я боюсь тебя не подскажет вернемся назад к махабхарате к списку литературы и нажмем на буковку ф фриквенции напротив махабхараты а Там страничка грузится подольше, потому что Махабхара-то чуть больше йога-сутр. Сговаривали, посмотрела Махабхара-то 12-й том, про мокшу. Конечная цель. Это еще недостаточно, значит, еще есть неделя. Это уже предварительные данные мы имеем, но недостаточно. То есть, и тогда непонятный вопрос? Нет, вопрос, как бы, почему не была переведена? А, почему не была переведена Анна? Да. Почему только Смирнов перевел? Почему она не переведена в полном собрании, в академическом переводе? Сложная, наверное. Ну. Потому что это не целостный по оборудованию, а скорее сборник 20-й. И сел ты как там, заданных общей темой сам тейлер. Уже неплохо, уже неплохо. Но пока еще недостаточно. Итак, частотный список слов в Махабхарате открыли? Да. Он доступен. Совершенно верно. Все, 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 все писали. Значит, какой самый распространенный глагол в Махабхарате? Ватч. Ватч. Что означает? Гомозит. Угу. Сарасвати увача. Да? Нарадо ватча. Значит, какое самое частотное, существительное в Махабхарате? Раджан. То есть, рааджа. Раджа – это самое распространенное, существительное в Махабхарате. А какие еще глаголы встречаются в Махабхарате? Крр – это кар, да. Это умония Вильямса, ну, следуя индийским способам обозначения, он записан как Крр вместо кочергинского кар, да. Какие глаголы вы уже узнаете из Махабхараты? Дальше. Дальше. Угу. Что такое «бру»? Ну, «бру» – это отвечать, да, или выбирать? Это выбирать. Нет, это тоже говорить. Да, он в «менинг» где есть, тут серий, но он не на первом месте. Ну, я уже говорил, что очередность «менингов» у Оливера бессмысленна. Какой один из самых распространенных глаголов в Махабхарате после «шру»? Хан, что такое «хан»? Что означает «хан»? О, «но менингс». Тогда открываем «фриша». Что такое «хан»? «Хан 8П». Вы видите то, что вижу я, да? То есть, восьмого класса глагол парасмайпода. У «фриша» есть, получается, много его сочинений. Да ты одно нам дай. Ну, это двое есть. Убивающий, убийца, разоритель. Убивать. Убивать, бить, ударить. Убивать. То есть, одно из самых распространенных слов в Махабхарате – это «убивать». Десятый по распространенности глагол. Хорошо. Нет. В основе ханумана лежит хану – челюсть. То есть, он как бы челюстной. С выдающейся челюстью. Хану. Никак не связанная с ханом. Значит, так. И возвращаемся назад к списку, к списку литературы. И давайте, значит, какой вам ещё книга? Ну, «Тантра-лока». Там кусочек её есть. Давайте войдём в «Тантра-локу», например. Абхи-Навагупта. И возьмём режим уже не «F», а возьмём режим «D». «Тантра-лока», режим «D». Что это за режим такой? «Алфавитный указатель». Да, алфавитный указатель. Алфавитный указатель. «Б» – это библиография. Там ничего особо интересного нет. Ну, и режим «S» тоже мало чем интересен. Вы просто… Ну, войдите в режим «S». Вы можете переходить по разным главам. Режим «S», большая буква «S» напротив «Тантра-локи». И «Select a chapter». Вы можете переходить по главам. Нет, нет, есть. Там аж до 26-й. Переключаться по главам получилось ли у кого-нибудь? Вот у Иры не получилось. Получилось, получилось. Получилось. Хорошо. Так, значит, а теперь возвращаемся обратно в «Query». И попробуем более сложную штуку. Какое ещё вам слово, например, интересно поискать? Дайте мне слово. Я не расслышал. Ещё раз. Ты хочешь «Атман», Алексей? Ира, Ира. И «Инга» или «Инга»? Я не расслышал. Надо чётче говорить. Я думал, ты хочешь «Ингу» найти, а ты хочешь «Лингом» найти. Значит, сейчас. Ну, попробуй набрать. Попробуй набрать «Лингом». У нас на занятиях разбора имён Вишну, при разборе имён Шивы, мы всегда приходили к «Лингому». Вот. Значит, и мы над Олегом Ерченковым посмеивались немножко, что куда бы мы ни шли, что бы мы ни разбирали, мы приходили к «Лингому». Вот. Ну, попробуй набрать. Не самое простое слово в смысле для поиска. Мы пытаемся найти «Лингом». Мы отказались от «Атмана» и ищем «Лингом». Ну, в разделе «Куэри». В разделе «Куэри». Подожди, сейчас дойдём до этого. И до «Молтыпл». Значит... А, ещё «Ча». «Ингом» правильно. Значит, смотрите, как вы можете пойти, на какую хитрость. Значит, если вы не знаете, как набрать ту «Н», которая вам нужна, да, то есть вы не знаете в слове «Лингом», то есть на самом деле высчитать её легко, вы помните, что рядом с «Г» может быть только одна «Н» первого ряда, да? Но если вы на компьютере затрудняетесь, как она набирается, то на сайте Оливера работают регулярные выражения. Регулярные выражения в обрезанном варианте это знак «звёздочка». Поэтому вы можете набрать так, как набрал я. «Ли» «Звёздочка» «Га». «Ли» «Звёздочка» «Га». Да, значит, и у нас находится не так много, но на первое время нам хватит, 1900 штук, да? Вот. А теперь пойдём дальше. Значит, нажимаем на «Add linga to multi-word query». Под значениями есть блок «Add linga to multi-word query». Видите? Да. Хорошо. Добавили. Значит, и теперь ну, нажмём, наберём, например, слово «шива». Да? Наберём слово «шива». «Но у меня не открывается». «Не открывается что?» Ещё ничего не должно открыться. «Нет, ну я вот это написал со звёздочкой, да?» «Да». «И вот я нажимаю «свёздочка»?» «Вот у меня звёздочка и нашлось. Ничего не могу сказать. Вот именно «рога». Ну вот «multiple words» то есть, в смысле, само слово не нашлось. Елен, ну вот я ровно так искал и вот у меня одно слово нашлось. «Lingo». У кого-нибудь оно нашлось, кроме меня ещё? Да, нашлось. Да, нашлось. В поисках в поисках Лингама Елена претерпела неудачу, так сказать. Она не смогла отречься от отречься от Атмана значит в угоду Лингаму и соответственно её компьютер взбунтовал. Таня и Алёна получается повторять то, о чём я говорю, да? Хорошо. Просто вам труднее, чем этим мастодонтам. Вот. Уже они бывалые, уже плавали, знают. Значит, получилось добавить к значит надо ещё сейчас, когда нашёлся Шива, надо его значит опять же Шива какой вам нужен? Шива среднего рода или Шива мужского рода? Вы за какого Шиву ратуете? Мужского лучше, чем среднего. Мужского лучше, чем среднего. Ну, в принципе, я также рассуждаю, что мужского лучше, чем среднего. А средний, значит, Шива среднего рода что означает, Ир? В конспекте залезняка в списке прилагательных какое значение указано у Шивы Ир? В конспекте залезняка Шива, ой, мы же в прошлый раз разбирали точно. Мысленно открой 326 страницу не откроем не откроешь? Заложила? Туда внесла туда туда у кого-нибудь значит Лихушина под рукой есть? Он может сказать Шива среднего рода что означает? Так Лихушина это и есть конспект. Около того. Шива среднего рода что означает? У меня написано цивилизация цивилизация это производное слово но это не базовое в смысле производное родственное слово но это не базовое значение Шива в списке некоторых прилагательных залезняк приводит Шиву среднего рода Добрый благорасположенный Добрый благорасположенный вот два основных значения Шивы среднего рода а мы хотим Шиву мужского рода и добавляем его нажимаем под Шивой значит мужского рода 2314 то есть мужского рода больше всего называем Add Шива to Multi Word Query и теперь у нас Selected Words Линго и Шива и теперь нажимаем на Search и теперь вы можете искать не просто одно слово а сочетание слов в одной строке и оказывается что значит в Пуранах это сочетание но не то чтобы сверх распространено оно встречается 81 534 раза это вот это встречаем нет это номер это номер этого слова в базе данных ID понятно понятно да то есть мы можем искать еще и сочетаемость слов сочетание и сочетание и сочетание Намах Шивая Можем войти в Ку-Пур 1.25 В Ку-Пур 1.25 Войдите Курма Пурана Курма Пурана 1.25 И значит А ты возьми любого Нет, надо найти сперва Лингу Добавить его Add to Multi-Word Query Да, найти его Потом добавить Add to Multi-Word Query Потом найти второе слово Add to Multi-Word Query И потом их искать вместе Вот по такой ссылке В конце концов вы окажетесь И я хочу, чтобы Алекс Ответил мне В каком Значит, падеже У нас стоит слово Шивая Видишь, как Шива Тебе обходит стороной Точнее, ты его Какими долгими путями Ты к нему идешь Обходными Вот у Иры Уже открылось И Лингом И Шивом Полный набор Я тоже не знаю Я спросил В каком падеже Да? Да, да А что для этого Нужно сделать, Ир? Ира, чей огонь Начал гаснуть? Нужно зайти в корпус Но ты и так Но ты и так находишься в корпусе В смысле Как ты можешь Находясь в корпусе Зайти в корпус Я скинул ссылку Куда я пришел В конце концов Опускайтесь вниз Опускайтесь и дадите до Шивая Ну почти вниз Почти в самый-самый вниз Нет, мы вне Лингапурани Мы в Курмапурани Но можно и в Лингапурани Это не суть Значит, я нашел там такое предложение Найдите просто на Макшивае Просто я к чему Найдите, где бы вы ни находились На Макшивае Вы можете, находясь на странице Находясь на странице Нажать Ctrl-F И вы найдете в И вы найдете на Макшивае Нашли на Макшивае? Совершенно верно А теперь кладкните на эту строчку И ответьте мне на вопрос В каком падеже слово Шивая? А что такое Ди? Дательный Дативус То есть, кому мы на Мах? Шивем А на Мах На Мас Какого Что за слово? Что за зверюшка? Совершенно верно Н это Значит Н это у нас Это из среднего рода Именительный падеж Единственное число Среднего рода Понятно что-нибудь? Вы говорите На Мах Шивае Про На Мах Да, я говорю На Мах Шивае Сейчас про На Мах То есть, вы понимаете Что даже не зная грамматики На Мах Это основа На Мах Да На Мах Это основа На Масте В смысле От корня Нам Нам Намасте То даже На Мах Иранский Есть ли вопросы? Ну Понимаю Понимаю Но это один из способов Как бы Вы Просто я предполагаю Что Елена Возможно Не смогла Понять Как именно Эту Н набрать Но она Почему-то говорила Что у нее С звездочкой Тоже не находилось Ну уж Не знаю Ну да Из скайповского чата Ей даже скопированный Лингом Не дается Но тут Это уже Медицинский диагноз Тут я уже Ничем не могу Помочь Правда Правда Значит Моих компьютерных знаний Недостаточно Чтобы помочь Вот Ну в общем Это инструмент Мечта поэта Да То есть Тут вы даже Не зная Поддержных окончаний Видите Все Вы даже Еще Про Аю Не знали Что это Относится К дативусу И вам уже Подсказали Елена Я нашла Как ставиться Н С точечкой Сначала Нажимаете Аль Потом нажимаете Shift И потом Нажимаете Н Удерживая Вот Такую очередность Аль Shift Нажали Удерживаете И Н И снижается Н с точкой Водится Но я же скопировала Она у меня стоит Не вот Все Что помогут А дальше Что делать Вы добавляете Делаете Нажимаете Нажимаете тут я ничего не могу значит у нас в поиске есть еще один режим quick quick это последнее что наверно я покажу вам значит нашли quick и введите туда слово дхарма в крике и что вам предлагает ну возьмите дхарму мн дхарму мужского и среднего рода и потом нажимайте внизу кнопку show quick а теперь опускайтесь вниз это все это все контексты слова дхарма в санскрите сперва идут значит предложение где дхарма стоит в начале предложения и значит остальной текст идет справа а ниже будет там где начинается и слева то есть как вы видите дхарма частенько стоит в начале предложения в частности в махабхарате что сказала ир есть немножко ущербная но есть хочешь углубиться в каллиграфию значит у нас чате есть евгений он увлекается каллиграфии деванагари он свои работы уже выкладывал но тогда тебя еще не было у нас в чате было два любителя и оба из петербурга любовь глуховская запиши найдешь ее и евгений как его там черняковский или как в общем в общем евгений еще чате есть любовь уже отучилась вот они оба занимаются этим есть глуховская да есть несколько книг на эту тему не так-то много но я могу тебе показать что есть на эту тему я тоже люблю это направление да вот вот любовь она очень трепетно относится к этому направлению вот у нее определенно дар к этому надо иметь определенные приборы чтобы успешно заниматься каллиграфии вот в частности и возможно такая кисточка как губка да ну чем я только не занимаюсь всякая хрень это ко мне видишь у кулат губку кулу наклон губки да вот то есть тут имеет значение определенный наклон определенный срез он отличается от обычного пера обычное перо для каллиграфии не подходит для занятий каллиграфии деванагари но не достаточно несложно как бы переделать прибор под себя в общем об этом но то наборы для каллиграфии китайской набор для каллиграфии индийской отличается совершенно верно и тут та же самая история на самом деле лучшие чернила это японские даже не китайские лучшие чернила это японские их чуть сложнее достать но всячески советую ты умрешь а чернила останутся они очень долговечны вот значит и в великобритании есть магазин хороших приборов для каллиграфии так как китай у нас далеко до нас значит и у нас нету человека своего в каллиграфском деле вот то есть хороший магазин великобритании вот и там купить дешевле чем в москве что елен но явно не санскритская елен явно не санскритская калий 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 относится сюда конечно но не санскритская калий а греческая есть ли вопросы потому что вы не поняли по корпусу вот у меня единственный вопрос остался какого числа ира закончить читату читать указатели и когда она приступит к самодель это единственный вопрос который остался у меня значит других вопросов у меня нету значит елена уже читает от залезняка поэтому она в смеси с ирой в первых рядах вот ого ого ну то есть ты зануда ты зануда я да это хорошо это хорошо но у меня тоже есть опыт работы мои лучшие помощники были из беларуси за все годы что я работал мои лучшие помощники всегда были из беларуси да то есть в принципе я понимаю чем ты говоришь в общем я тебя понимаю да я тоже много лет больше десяти лет работал с беларусами я тебя понимаю в общем вот что я вам хочу сказать если вы думаете что санскритская грамматика это все то не обольщайтесь еще есть санскритская литература она еще в тысячи десять тысяч раз сто тысяч раз больше санскритской грамматики поэтому помимо грамматики вам надо что-то почитывать чтобы не сойти с ума если просто вычитывать текст если не надо я имею за что как смотришь и проверяй сверяешь с это а когда ты смотришь потом тебе нужно пойти в одно место с другое место пересмотреть проверить а действительно ты как бы смотришь в одном месте так в другом месте так и ты начинаешь по тексту искать а на самом деле это и на самом деле это сыр был или я это Ну, теперь ты поняла, как работает филолог. Это жестокая, жесткая работа, работа филолога. Поэтому, значит, лет 400 тому назад был составлен такой эпиграф, одним лексикографом, что, значит, не отправляй на каторгу, отправляй на составление словаря, значит, вот. Вот, это будет равноправно. Вот. Это очень сложная штука, да, работа с словарями на самом деле. Поэтому мы, конечно, очень, ну, нам повезло, что перед нами, ну, что был Бертлинг, да, и его большой и малый петербургские словари, из которых выросли все остальные санскритские, и современные словари, да, то есть они проделали такую работу, что нам и не снилось. Если вопросов нет, то я рассказал все, что я хотел. Да, мы с Алексеем ждем... Да, а я сейчас вам придумаю какое-нибудь звездство. Сейчас, секундочку, значит. Какое что-нибудь написать, перевести. Да, написать. Конкретное. Конкретное, да. Сейчас придумаю. На самом деле, да, Ир, ты немножко раньше испугалась, чем надо было, в смысле... Да, в смысле, я тебя понимаю, в смысле, и не осуждаю, в смысле, но имей в виду, что на прошлом занятии, на самом деле, жизнь начала налаживаться. Да, 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 то есть стало все понятно, все очень просто, оказывается. Ну, в смысле, сперва немножко было нагнетание, и как бы я тебя могу понять и не осуждаю, но имей в виду, а если Елена поняла, а ведь у нее нет никакого базиса в плане грамматики, да, то есть нельзя сказать, что вот она ей легче, потому что она уже то-то, то-то. Нет, вы с ней на равных, вы с ней на равных, и ты видишь, она убедительно, она мне написала сама, и даже в общий чат, и вообще она сказала, что начала въезжать, что мне очень приятно. Действительно, действительно, да. То есть я начала въезжать, я, конечно, прочитала, просто сама все, что могла прочитать, да, но практика очень интересная. Ну да, нет, на самом деле, это возможно, это доступно тебе, Ир, в этом плане, что я тебе не уговариваю, просто имею в виду, что ты просто чуть раньше испугалась, чем надо, на одно занятие раньше, чем надо испугалась. Да, на самом деле, на самом деле, вот то, с чем столкнулся Алекс, да, говорит, дай мне сложное слово, а не готов ты еще взять сложное слово, надо инструкцию сперва прочитать. Вот инструкцию прочитаешь, потом сможем. Вот, значит, поэтому, на самом деле, Алекс и к остальным товарищам обращаюсь, ну, вам по временному поясу, балийским, значит, товарищам 6 часов воскресенья по Москве, конечно, не подходит, но вам остается, разве что в записи смотреть. Алекс, если, ну, это, конечно, будет взрыв мозга, да, то есть, как бы, тебе трудновато, тебе трудновато, дается грамматика, но без сложных слов вы не сможете прочитать даже строчку, без того, чтобы понимать, как устроен слово пароход, вам придется вникнуть, вот. Просто весь вопрос сейчас, через год, через два, но без этого вы не сможете ничего прочесть. Ну, то есть, смотрите, вот у нас есть первая глава Ромаины, да, первая глава, первая книга, значит, и вот в ней встречается, то есть, как бы, оказывается, что санскрит напичкан этими сложными словами. Ну, у нас даже в первых занятиях Кочергиной, помните, был ведовид? Никто из вас не испытывал сложности при переводе этого слова? Не было таких. У меня бывали группы, у меня бывали группы, которые пытались переводить это, как, например, знать веды. Ведовид, знать веды. Не знаток вед, а знать веды. Но они же в чем-то правы, они же видят корень вид, вид, который знать, да? И вот тут оказывается, что вид, который стоит в конце сложного слова, как вторая часть сложного слова, он не равно нашему уже знакомому глагольному корню вид. Да, то есть, как бы, в чем-то они правы. Вот. Но только в чем-то. Ну, в общем, да. Я, значит, у нас в течение, у нас еще три раза, по воскресеньям, в 18.00, мы будем продолжать разбирать Ромаину. И, как я уже говорил, и я продолжаю в это верить, ваше незнание грамматики никак не связано с тем материалом, который там проходится. Ну, то есть, это продвинутые занятия, продвинутые занятия, но вы знаете достаточно, чтобы в них влиться, потому что мы говорим о материях, настолько отдаленных от того момента, где мы находимся в учебнике Кочергиной, что это, в принципе, не помеха. Потому что из учебника Кочергиной это 32 занятие. Да, но и одновременно можно будет поставить там рот. Совершенно верно. Рот, там всякие такие дела, значит, на самом деле, да. То есть, у меня бывали ученики, которые одновременно проходят, например, два учебника. Учебник Кочергиной и учебник Бюллера. То есть, поступили в Ясли и в ВУЗ одновременно. Я пробовала по Бюллеру заниматься, а, в общем, с пятого занятия я ушла, потому что я понимаю, что ничего не понимаю. А ты когда пыталась по Бюллеру заниматься? Это год назад я пробовала. Ага. Ну, пятая ты, быстро, так сказать, тебя обломали, значит, Эси пятым. Ломаются обычно после 12-го. Я просто быстро поняла, что я ничего не понимаю. Как интересно. Ну, Бюллер это, значит, да, более сложный учебник. Хорошо. В общем, имейте в виду, что у нас есть разные занятия. Значит, в частности, Таня и Алена по воскресеньям в 12, нет, в 11. Мы занимаемся, вот Ира не даст соврать, это вставляет мозги на место. Мы учимся читать, значит, санскрит, да, не блеять, а читать. Это разные жанры, вот, значит, вот, это по воскресеньям. В общем, у нас есть разные факультативы, вот. Советую хотя бы раз попасть на уши, чтобы вы поняли, что такое произношение санскрита. Хотя бы раз, вот. Мой вам искренний совет. Вот. Хорошо, значит, что делает Ира? Что делает Ира? Значит, какой тебе любимый поэт, Ира, из русской классической литературы? Из русской классической? Да. Лермонтова любишь? Нормально, то есть, ну, я к русской классике очень спокойна. Я ее когда-то в школе учиталась, и сейчас очень, очень равнодушно. Хорошо, запиши мне демона в Деванагаре и пришли. Кому записать? Демона. Еще раз. Запиши мне демона Лермонтова в Деванагаре и пришли мне его. А, демона Лермонтова на Деванагаре? Да, и пришли мне его. Мне нравится задание. Значит, Алексей, а что любишь ты? Я пока пытаюсь переписывать, понятно, и там год, с утра, день и книжного рода. И ты все равно сдуваешься? Ну, потому как меня интересует учебник Кочергина, и мне какой-то сил. Учебник Кочергина тебя интересует. Хорошо, ты перепиши первую главу, ты перепиши первую главу Патанджеле и пришлешь мне. И ты, когда ты удовлетворишь меня, я смогу удовлетворить тебя. У нас будет взаимный обмен. Это неинтересно. Ну, нифига себе неинтересно. Хорошо. Первая глава Патанджеле уже переписывала. Хорошо, тогда вторая. Я только начну. Тогда вторая. Что я тебе могу сказать? Пиши Деванагри. И если, как бы, пришли мне. Пришли мне то, что ты уже написал. Я начну ругаться, и тебе станет интереснее. Хорошо, то есть это вы увидите вот так. Да, хорошо. Ты мне пришли, и я начну ругаться. И ты поймешь, что все, что ты написал, скорее всего, не соответствует стандарту, йога-сутровскому смысле. И тебе придется все это переписать на чистовик. И вот у тебя будет задание на неделю. Да. Я можете вам сегодня отвечать. Хорошо. Как я хочу. Хорошо. Вы помните, я написал, что все три, два и тринадцать. Вы букву она и исправила? Совершенно верно. Исправил уже. Алексей, исправил. Я тебе могу исправленные прислать. Да, спасибо, что заметила. Значит, Таня и Алена. Начинает пахнуть жареным. Надо ускоряться. Включаем турб... Просто пару выходных для... Включаем турбо-режим. Я загоняла на каникула в детстве. И у меня не было тогда работы. И я за неделю сделала пять занятий. Да, на самом деле Ира сделала максимальный вариант. Пять занятий за неделю – это и есть программа «Максимум». Пять занятий за неделю – это и есть программа «Максимум». Пять занятий за неделю – это и есть программа «Максимум». Задавайте, завтра задавайте, послезавтра, каждый день задавайте. Иначе вот эти два товарища нам выживут с лица земли, так сказать. Им не хватит корма подножного. Они кинутся на меня. Поэтому давайте, догоняйте девчата. Набирайте обороты. Вопрос от чайников. Вот висаргу, когда мы вдыхательное «Ха», да. А вы считаете, например, «Намах» или «Намаха»? Как это «Намаха»? Как это у нас читать? Ну, получается, что мы висаргу можем читать без «Эха» и с «Эха». Можем сказать просто «Намах», а можем сказать «Намаха». И так, и так возможно. И так, и так возможно. Насколько я успела уловить их кушанных занятий, когда там в конце стоит или там перерыв она делает, она всегда делает «Аха». Вот, как бы такой пробел. Ну, грубо говоря, когда он не мешает стихотворному размеру, ты можешь распоясаться и его эхоизировать. А когда он в середине и мешается, то его как бы опускают. Боевой дух остальных товарищей в форме? Значит, я вам предлагаю выучить наизусть субхашиту. Мы с вами Макшику уже сдавали? Да. Хорошо. Значит, это уже относится не только к Алексею и Ире. Кроме Тани и Алены, каждый должен выучить по субхашиту наизусть. И еще одну. Ален и Тань, это к вам сейчас не относится. Вы догоняйте. Нет, вы не хотите, вы успеете потом. Сейчас просто догоняйте. Чтобы нас на... Где брать? Значит, чтобы нас на вилы не подняли. Где брать? Сейчас там. Спасибо. Знаете ли вы, что в ВКонтакте и в Фейсбуке есть несколько моих сообществ? В которых, в частности, есть уйма всего по санскриту. Уйма. Просто бездна. Субхашит. И в частности, в группе изучения санскрита есть подборка субхашит. Вот, я вам даю ссылку на нее. И там находятся аудиофайлы и вордовский текстовый файл. Вы можете выбрать любую субхашиту по собственному усмотрению. А? Потому что я слышала, как Лена поет. Вы тоже поет субхашиту. Как поет Алена? Да. Когда ты слышала? Ну, вы же выложили там, что она поет. Это не та Алена. Нет, это не та. Нет, нет. Это Алена пока моргает глазами и пытается понять, так сказать, степень... Там была девушка, которая попала на второе занятие и разорвала всех на мелкие кусочки. Она алфавит, так сказать, значит, толком еще не знает. В смысле, второе занятие алфавита прошла, а уже просто рвет и мечет. Вот. Значит, где брать субхашиту, уяснили для себя? Я смотрю тут, Лермонтов, Демон, 16 таких разделов. Я так поняла, вы хотите меня полностью выключить, чтобы не возвещалось. В ближайшем месте. Нет, ну ты по мере, как бы, можно не все 16, 15 мне, в принципе, вполне будет достаточно. Как раз я сейчас читаю, да, на демоническую тему тоже сейчас Божественную комедию Данте. Моя любимая. Вот. Значит, потому что... К сожалению, нет. Рай там очень скучный, если я скажу. Рай там скучноват, конечно. Вот. Хорошо. Тогда на сегодня все. Значит, Алекс нам поет алфавит. И на сегодня все. Я да? Да. Я не пою, я читаю. Можешь читать. Ну, ты можешь проконсультироваться потом с, например, Ирой. Она видит то, что я даю. Она тебе поможет. Там ссылка на Dropbox. Я дал ссылку на пост, в которой есть ссылка на Dropbox. Вот Таня опередила, так сказать. Всю планету. Спасибо. Итак, алфавит. А, А, И, И, У, У, Р, Р, Е, Р. А, И, У, Р, В, Р, Е, Р, Е, И, У, Р, Е, Р, М, А, Р, Е, Р Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok